Звезда программы Орел и Решка Настя Ивлеева буквально ушла в отрыв, что не выход в свет, то пафосные откровенные наряды и через чур раскованное поведение. И виной тому развод. Прямо сейчас мы расскажем о всех выходках Ивлеевой после развода. С вами в Реках, погнали! Настя Ивлеева популярный блогер, прославивавшийся в амплуа ведущей тревел-шоу Орел и Решка. Всего за несколько лет медийной карьеры она снискала титул первой леди интернета. Сегодня ее проект на YouTube собирает многомиллионную аудиторию и уже был оценен организаторами национальной телепремии ТЭФИ. При этом известно, что Настя сама продюсирует программу и не привлекает сторонние инвестиции. Также Настя устраивает многочисленные проекты от телепрограмм до фильмов. Настя пока что не добралась только до звания певицы, а все остальное уже успела попробовать. Как сообщала Настя в интервью, ее личная жизнь терпела фиаско из-за напряженного рабочего графика. Она отсутствует в Москве по три месяца и иногда даже лишена возможности звонить близким из-за разницы часовых поясов. После премии Муз-ТВ внимание к телеведущей Анастасии обострилось. В сети появились слухи, что Настя стала встречаться с рэпером Алексеем Узинюком, более известным как Элджей. Подозрения об их романе появились еще тогда, когда инстаграм-блогер снялась для обложки альбома Элджей 360. Вскоре сами влюбленные подтвердили эту информацию, выложив на своих страницах в инстаграме общие фотографии. В начале сентября 2019 года стало известно, что Элджей и Настя поженились. После свадьбы блогер сменила фамилию на Узинюк. После торжества пара отправилась в путешествие на арендованной яхте посредиземноморскому побережью. Фото и видео в купальнике, сделанные рядом с бассейном, телеведущая разместила в инстаграме. Снимки с самой свадьбы, однако, не публиковались. Торжество прошло в обстановке столь строгой секретности, что о нем не было осведомлены подруги Ивлеевой и даже, по слухам, ее мать. Вскоре, после того, как Анастасия вышла замуж, подписчики в инстаграме телезвезды принялись донимать ее вопросами о детях. Настя отреагировала довольно резко. В ходе ссоры с фолловерами ведущая пояснила, что раз она не затрагивает тему потомства в обсуждениях, значит, они с мужем еще не готовы. И вопросы об этом тем более настойчивы и неуместны. Слухи о том, что Ивлеева разводится с мужем в СМИ, появлялись регулярно. Среди причин расставания со ссылкой на инсайдерские источники указывались измены с Юлией Коваль, плотные рабочие графики, разница в увлечениях и прочее. Поводом для слухов стало то, что Настя с известным хип-хоп-исполнителем стали реже публиковать совместные фото и перестали носить обручальные кольца. Некоторое время пара даже жила раздельно, но телеведущая вернулась к ЛДЖ. В августе в интервью Татлеру ведущая сообщила, что их пара с ЛДЖ окончательно распалась. Знаменитости признались в том, что разлюбили и решили дать друг другу свободу, при этом сохранив родственные чувства, похоже больше на любовь брата и сестры. Настя также подчеркнула, что расставание помогло ей раскрепоститься и лучше понять себя. У нее стало больше времени на собственные проекты, она полностью погрузилась в работу. Настя также не собирается стирать из памяти все эти прекрасные годы отношений с рэпером, которые остались позади. Так что, когда поклонники спросили ее, будет ли она убирать татуировки, сделанные в честь музыканта, она ответила отрицательно. Сформулировать одну из причин развода блогер попробовала в интервью Ксении Собчак. Разные темпы жизни посчитала, она не пошли во благо отношениям. Настя привыкла быстро перемещаться и выполнять несколько задач и тут же ставить следующие цели. ЛДЖ же более медлителен и не любит суеты. В эфире шоу «Осторожно, Собчак» Ивлеева сообщила, именно она подтолкнула мужа к мысли, что есть какая-то проблема в браке. А затем оба пришли к мысли, что нужно расстаться. Самое смешное, что Ивлеева в интервью Собчак заставила вторую извиниться за слова о финансовом крахе ЛДЖ. Ивлеева также отметила, что когда они с музыкантом еще состояли в отношениях, никаких проблем с деньгами у них не было. Почему же все эти высокопарные выражения кажутся смешными? Да потому что во время развода сама Ивлеева отобрала у ЛДЖ чуть ли не все имущество. И это при том, что все прекрасно знают, что рэпер сейчас далеко не в своем самом лучшем состоянии, его песни мало популярны. Видимо, логика Анастасии такова. В отношении с ней у него материальных проблем не было, а вот в отношениях без нее будут обязательно. Так как при разводе ЛДЖ отошли лишь два автомобиля, внедорожник Хаммер и БМВ, Ивлеева получила от экс-супруга дом, земельный участок и 4 гектара и гараж. Двухэтажный особняк, который пара приобрела за годы совместной жизни, находится в поселке Старый Свет из Тринского района и располагает площадью в 364 квадратных метра. Гараж дома рассчитан на пять автомобилей, а вместе с участком стоимость имущества составляет около 150 миллионов рублей. Также у Анастасии остались три ее машины – Lamborghini, Chevrolet Camaro и Mercedes G-Class. Но имущества корыстной девушки, видимо, не хватило. Анастасия взялась за осуждение, обсуждение талантов бывшего мужа. Когда Ивлеева пришла в гости к Галич, подруга спросила, слышала ли Настя последнюю песню ЛДЖ, посвященную разводу. Именно после выхода композиции из Сода поклонники рэпера стали подозревать о расставании пары. Следует из текста песни. Блогерша призналась, что песня разочаровала ее своей эмоциональной скудностью. Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать. Три года жизни, три года событий, любви столько нас связывает. Там можно целый альбом написать. Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах. Ну, добрый вечер, вот, девочки, вот что делает доброе расставание, сказала Ивлеева. Кроме этого, Анастасия уже начала поиски нового мужчины. И, по крайней мере, ее последние посты и высказывания об этом и говорят. Телеведущая уже успела на всю общественность объявить поиски нового мужчины. И для этого, естественно, описала его параметры. «Мой мужчина должен быть честным и просто обязан мной восхищаться. Мне это дает открыленность, легкость. Если мужчина тобой не восхищается, пиши, пропало», сказала она. Ивлеева также добавила, что отношения между мужчиной и женщиной могут состояться только в том случае, когда у каждого из партнеров есть свои собственные интересы. «Ильзя замыкать свою жизнь на одном человеке, жить жизнями друг друга, вы должны быть независимы. Тогда возможен обмен, вот и все», заключила блогер. Но если вы думаете, что это все, то нет. Самая главная характеристика будущего парня Насти только впереди. Ивлеева в своем новом видео на YouTube заявила, что ей нравятся грузины. «Звезда вместе с подругой Юлией Коваль отправилась на выходные в Тбилиси. Судя по всему, девушки хорошо провели время. У нас есть мечта, мы хотим встречаться с грузинами, только не с одним. Мы в восторге от грузин. Это очень красивые люди, мы бы хотели», сказала Анастасия. Но на одних только грузинах Настенька, конечно, не останавливается. Напробуют не только мужчин. Телеведущая журналистка Ксения Собчак стала приглашенной звездой травести-шоу популярного блогера Насти Ивлеевой «Королевские кобры». Кульминацией выступления Собчака и Ивлеевой на сцене стал их поцелуй в губы, который до сих пор не дает никому покоя. Кстати, комментарии по этому поводу весьма неоднозначные. С резкой критикой шоу выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который призвал отправить его участников в специнтернат. Грустно наблюдать, что отечественный YouTube превращается в цирк оральной проституции. Темы и форматы выбираются исходя из максимальной скандальности, а не социальной значимости. Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой – развидеть увиденные и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести. Другого мнения придерживается актер Никита Джигурда, который недавно побил Милонова в поединке по правилам бокса и в причатках из ММА. «Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более апатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь, это же вызов ханжам, пуританам, ничего страшного в этом не вижу». Что касается Виталия Милонова, то он как представитель официальной партии обязан высказывать свое мнение. На мой взгляд, ему лучше гейские парады разгонять и не трогать девчонок нормальной ориентации, которые просто хулиганят, заявил Джигурда. После откровенного поцелуя в губы с ведущей Ксенией Собчак она показала страсть с певцом Егором Кридом, запрыгнув на него прямо на сцене. В ходе программы Крид оценивал выступления дрэг-артистов. Ивлеева тоже вышла на сцену и сразилась с ней в импровизационном баттле. «Стрельнул паутины на лицо и она М.Джей, мы с ней сейчас не вместе, но люблю ее, я Эл-Джей». После этой фразы Ивлеева присела на корточки, а потом подошла к Криду и набросилась, обходив его торс бедрами. Поклонники заметили, что Ивлеева проявляла неподдельный интерес к Егору Криду на протяжении всего выпуска. В конце программы она стала нежно обнимать его сзади. «Краш моего сердца, пусибой моей души», — говорила Ивлеева. В итоге ведущая и вовсе объявила, что пара начнет встречаться, если выпуск наберет 300 тысяч лайков. Напомню, в прошлом году уже появлялись слухи о романе между Ивлеевой и Кридом. Пара активно комментировала публикации друг друга в соцсетях. Поклонники утверждали, что пара прекрасно смотрится вместе. Также Ивлеева предстает в том же шоу в весьма откровенных нарядах, а также устраивает эротические танцы. Как вы считаете, все это Ивлеева делает, потому что до сих пор любит Эл-Джея? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!